Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите недельный экономический обзор на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Фондовый рынок США в пятницу 6 января вырос при умеренных объемах торгов. Индексы Nasdaq Composite и Standard & Poor's 500 закрылись на исторических максимумах. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 0,6% до отметки 5 521,06 пункта на фоне роста котировок акций Illumina, eBay, Autodesk и Amgen. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Leverage повысился на 0,32%, установив новый внутридневной исторический рекорд на уровне 19 963,08 пункта. При этом наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции Nike, Goldman Sachs и Walt Disney. Индекс широкого рынка S&P 500 тоже продемонстрировал позитивную динамику, обновив исторический максимум 2276,98 пункта. Причем повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий. По итогам недели индекс Dow вырос на 1%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили 1,7% и 2,6%. Выступавший в пятницу глава ФРБ Чикаго Чарльз Эвас заявил, что фундаментальные показатели экономики США останутся сильными. Однако политика новой администрации президента может повлиять на темпы и объем роста процентных ставок. В пятницу также вышли данные по рынку труда США, которые в целом оказались ниже прогнозов. Однако надежду вселил отчет по заработной плате, которая выросла сильнее ожиданий. Уровень безработицы в декабре составил 4,7%, поднявшись с уровня 4,6%, наблюдавшегося месяцем ранее. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 156 тысяч, при ожиданиях роста на 175 тысяч. В то же время средняя почасовая заработная плата поднялась в декабре на 0,4%, после падения на 0,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали увеличения на 0,3%. В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничной сессии были акции Nike, которые подорожали на 1,82%, закрывшись на отметке в 54,02 доллара. Объем торгов превышал среднюю дневную норму на менее чем 10%. Производитель спортивной одежды не выпускал важных новостей. В лидерах роста среди компонентов индекса Nasdaq Composite по итогам пятничных торгов были акции разработчика электростимулятора для лечения ожирения Enteromedics, которые подорожали на 131,49% до отметки 9,19 доллара. Аналитики выставили рекомендацию по компании активно покупать. Целевой уровень цены акций компании на 12 месяцев составляет 139,86 доллара за штуку.